Бренд «Москвич» возрождён. Вместе с официальным перезапуском одноимённого московского автомобильного завода, как теперь называется бывшее предприятие «Рено Россия». До конца года «Москвич» выпустит 600 автомобилей. Как мы уже рассказывали, кроссовер «Москвич 3» представляет собой перелицованный китайский «Джак Джей Эс 4». Отличий практически нет, что абсолютно нормально на этом этапе. Потому что самая главная задача была возобновить производство до того, как начнут расходиться люди, как начнут устаревать оборудование и как начнутся всякие другие нехорошие процессы. Поэтому мы стремились прежде всего возобновить производство. Название модели «Москвич 3» подразумевает не порядковый номер, а размерный класс «Б плюс», который по старшинству посчитали третьим. Вот этот автомобиль нас полностью устроил, потому что машина сбалансированная, машина отвечает тому форм-фактору, который рынку нужен. Это городской кроссовер с возможностью двухпедальной версии, то есть с автоматической трансмиссией. Хорошо оснащённый, достаточно просторный, с хорошим багажником. Первой на конвейер стала турбированная модификация с шестиступенчатой механикой или вариатором. Интересно, что она оказалась мощнее, чем оригинальные «Джаки», которые продаются сейчас в России. Выбор был, потому что это двигатель, который очень популярен и существует в множестве версий по степени форсировки. И мы выбрали вариант, который максимальный, но до налогового вот этого порога 150 лошадиных сил. То есть если не округлять, то это 149,6, чтобы налог всё-таки был умеренный. Помимо бензиновой турбоверсии, в этом году соберут 200 чисто электрических машин аналогичной максимальной мощности. Позже появится и базовый атмосферник, но вот полного привода не предусмотрено. На начальном этапе локализация машин нулевая, что вполне ожидаемо для моделей, которую поставили на конвейер буквально в пожарном порядке за полгода. На данный момент они полностью собраны из импортных машинокомплектов. Единственная система «Аэроглонас» здесь отечественная, которая в нашем законодательстве обязательна. Дальше будет процесс локализации, будет сварка кузовов, будет окраска. Поэтому здесь мы в самом начале пути. Все машины из первой партии белого цвета. У них 6 подушек безопасности, простой климат-контроль, мультимедиа с дисплеем на 10 с четвертью дюймов, круиз-контроль, задняя камера и датчики парковки, электрические регулировки стекол и зеркал, а также бесключевой доступ и люк в крыше. К дилерам первые машины должны попасть в декабре. Продолжение следует...